Всем привет! Вы на канале о обыкновенной жизни на необыкновенных Филиппинах, где мы делимся своим собственным опытом проживания в этой чудесной стране. Друзья, приветствую вас снова с настоящих Филиппин и солнечной и теплой провинции острова Сибу. И сегодня, наконец-то, я покажу вам очень полезное видео, которое мы сняли больше чем месяц назад, когда были в Маниле. Возможно, наш опыт, про который я расскажу в этом ролике, кому-то обязательно пригодился. Все наши ролики не постановочные, просто мы снимаем свою жизнь на настоящих Филиппинах и делимся с вами этим самым опытом жизни. Ну, а из-за того, что YouTube – это всего лишь увлечение, а на первом месте у нас все-таки работа, к сожалению, не всегда хватает времени, чтобы смонтировать все эти отснятые видеоматериалы, чтобы показать эти ролики вам. В Маниле мы были по делам, и сегодня я вам расскажу, как мне пришлось сдать медицинскую комиссию для того, чтобы получить штамп карантинного бюро в паспорт. То есть сдать анализы, а медкомиссию пройти. Я вам тоже расскажу. А также, друзья, я покажу вам сегодня, что такое филиппинский суп балало, и мы вместе попробуем его на вкус. А также, хотя бы издалека, мы вместе с вами посмотрим на знаменитый филиппинский вулкан Тааль. Друзья, сегодняшний ролик будет очень интересный и полезный, поэтому рекомендую досмотреть его до конца. И да, чуть не забыла, если вы до сих пор не подписаны на наш канал, то сделайте это прямо сейчас, чтобы не пропустить больше интересных историй о нашей жизни на Филиппинах. На Филиппинах можно жить по-разному. И если кто-то сейчас проживает где-то в городах или в крупных населенных пунктах, то эта самая жизнь будет в корне отличаться от жизни нашей великолепной филиппинской провинции с чудеснейшей филиппинской природой, которую мы видим каждый день. И, собственно говоря, именно поэтому мы выбрали для своей жизни Филиппины. А на этих Филиппинах солнце, море и релакс. По делам приходится ездить, конечно же, в города и даже летать в столицу, в Манилу. Друзья, теперь у меня есть опыт прохождения медкомиссии на Филиппинах, а именно в городе Манила. Сейчас я буду проходить флюорографию или X-Ray по-филиппински. Скажу вам сразу, я была приятно удивлена качеством обслуживания и ценами вот в этой самой клинике. Что за клиника, позже я вам обязательно сниму и покажу. Но пока очередей нет, цены недорогие, персонал очень и очень вежливый. То есть те анализы, которые мне нужны, мы сделали здесь буквально за один час. Результат будет готов завтра с утра. Так что вот такой вот неплохой опыт. Анализы мне было необходимо пройти для того, чтобы получить заключение терапевта о здоровье и чтобы после этого мне поставили штамп карантинного бюро в паспорт. Вот эта вот клиника для сдачи анализов находится совсем недалеко от карантинного бюро города Манилы. Но хочу заметить, что вот в этой клинике цены на сдачу этих самых анализов ниже, чем в карантинном бюро. Поэтому я рекомендую, если вам понадобится, сдавать анализы именно здесь. Съемка здесь запрещена, поэтому специально я ничего не снимала, а лишь мимоходом пробежалась по клинике с включенной камерой. Вот так эта клиника выглядит снаружи и расположена она вот на этой улице. И нам пришлось достаточно много походить по одному из районов Манилы пешком, потому что те места, которые нам необходимо было посетить в прошлый свой визит, находились, можно сказать, не сильно далеко друг от друга. И первое, что нас удивило, это обилие джипней на дорогах Манилы. В Сибу такого нет, и все джипни давным-давно стоят на заслуженном отдыхе. Нам, несомненно, повезло, что хоть и в Маниле очень жарко, но в те дни было облачно. И я хочу сказать, что по некоторым районам Манилы мы прогулялись даже с удовольствием. А это утро следующего дня, и мы приехали в клинику за получением результатов анализов. Вместе с флюорографией в большом конверте выдается также и распечатка с ее результатами. В отдельном конверте результаты других анализов. У меня это был стул, урина и кровь. И стоимость четырех анализов, то есть флюорография, стул, урина и кровь составил 850 песо. Результат на следующий день в 8 утра. После получения результатов анализов, я иду в карантинное бюро на прием к терапевту. И на этот самый прием нужно было записаться онлайн днем раньше, и также онлайн произвести оплату за этот прием. Здесь терапевт смотрит результаты анализов, осматривает также человека, пришедшего с этими анализами, и делает заключение о состоянии его здоровья, после чего в паспорт ставится штамп карантинного бюро. А это здание карантинного бюро города Манилы. Перед приемом необходимо заполнить вот такую вот форму. Также приложить к ней несколько фотографий и ксерокопии той самой медкомиссии, которую мы принесли. И сделать это можно вот здесь, в уголке этого самого карантинного бюро. Очень удобно, не надо никуда выходить за территорию. В день моего приема иностранцев было достаточно много. Кстати, в основном китайцы. И мне пришлось посидеть в очереди, онлайн очереди, перед приемом терапевта. Ну а после приема еще необходимо какое-то время в районе часа, чтобы доктор написал вам заключение о состоянии здоровья и поставил штамп вам в паспорт. Мы это время скоротали вот в таком вот местечке. Я назвала его филиппинская столовка. Да, язык не поворачивается назвать. Это кастрюльный, потому что внутри здесь довольно прилично. Еда лежит не в кастрюльках, а вот в таких лоточках, как в настоящей столовой. И, кстати, друзья, здесь очень чистенько, хорошее блюдо и для Манилы весьма недорого. Так что, если будете в этом районе, весьма рекомендую. Заходите вот сюда и перекусите. Останетесь довольны. Ну вот, наконец-то я получила заключение доктора и штамп, заветный штамп карантинного бюро в паспорт. На сегодня здесь дела у нас закончены. И можно немножко прогуляться по Маниле. Прогуливаться по некоторым районам Манилы пешком – это сомнительное удовольствие. В том числе и здесь. Но мы забегаем в некое подобие то ли подземного перехода, то ли какого-то крытого рыночка, купить кое-какого стритфуда для вечернего перекуса. Это пицца Сантинос, известный бренд на Филиппинах. И вот такая вот еще уличная еда. Здесь я вижу ее первый раз. У нас на Сибу такой я не встречала. Это яички в кляре куриные, перепелиные яички в кляре, какие-то пельмешки, какое-то вот тесто, которое готовится и подается с острым соусом. В общем, как я поняла и как было написано, это некое подобие корейской еды. Корея стритфуд. Но, вы знаете, довольно-таки вкусно и интересно. Мы попробовали с удовольствием. А вот этот участок Манилы мы пробежали, буквально не глядя по сторонам и не вступая ни с кем в разговоры. Здесь очень грязно и очень много бездомных и нищих, которые спят прямо на асфальте на картонных коробках. И, кстати, очень многие из них прямо далеком, абсолютно раздетые. Идем, не оглядывая по сторонам, не вступая ни с кем в беседы, потому что буквально каждый встречник уверен, что ты просто обязан дать ему денег. И не важно, либо просто так, либо за какую-то вымышленную им услугу. И даже находясь в машине, ты не защищен от внимания этих людей. Но стоит уехать немного в другую сторону, перед вашим взором открывается совсем иная Манила. Это город с отличными дорогами, шикарными, широкими, просто великолепными, со строящимися высотными домами и с летящими высоко в небе самолетами. Вы знаете, я была приятно удивлена, оказавшись в этом районе. Этот район Манила напомнил мне Китай, который развивается семимильными шагами. Также и Манила вот здесь. Кстати, нам очень понравились платные дороги. В передвижении по городу они помогают избежать стояния в пробках и весьма экономят ваше время. Ну а сейчас мы выехали за пределы Манилы и отправляемся в город Тагатай. Кстати, по дороге в этот город по пути нам попалась заправка с весьма недорогим бензином, что нас очень удивило. Сколько стоит бензин? Вот, написано, что на шесть есть. 45, 65, но где-то по 50, чем-то. У нас по 54. А, этот по 56. Интересно. Сейчас здесь державейки делают. Ух ты, державеечка. Зачастую на филиппинских улицах можно встретить вот такие вот интересные машинки. В этом населенном пункте то тут, то там висят вот такие надписи Булало. И именно здесь мы будем сегодня обедать. Друзья, приветствую вас из окрестностей Манилы. Сейчас мы будем пробовать вот в таком вот месте, как готовят здесь местный суп Булало. Традиционную филиппинскую кухню. Мы остановили здесь по дороге Тагатай перекусить, потому что время обеденное кушать хочется. Но посмотрим, как же здесь готовят, на этом острове, вблизи Манилы. Будем пробовать местное Булало. Ну и как всегда, ты вынесешь свой вердикт. Ну, Булало в процессе приготовления мы ждем. Конечно же, мы покажем. Андрей попросил разрешить мне снять процесс приготовления Булало. Но, друзья, и на старуху бывает проруха, и съемка на кухне мне не удалась. Так что придется довольствоваться видом готового Булало. Вот Булало, вот так оно готовится. А сейчас мы его попробуем. Посмотрела я, как готовят Булало в сковородке. Ну, это бульон, мясо и овощи. Это мясо. Должно быть неплохо. Если объяснить просто, Булало – это овощной суп с мясом, приготовленный на очень насыщенном говяжьем бульоне. И это, друзья, скажу вам, вкусно. Вот нам принесли и наш супчик. И порция, скажу я вам, совсем немаленькая. Стоит вот такой вот котелочек 450 песо. И вчетвером мы им вполне наелись. Вместе с рисом, конечно. Как и положено на настоящих Филиппинах. В этом блюде нет привычной для нас картошки, которую мы обычно видим в супах. Но зато здесь есть много капусты, кукуруза, стручковая фасоль и лук. И овощи всего лишь слегка приварены. И я думаю, это очень полезно. Овощи на говяжьем бульоне. Вот такой, друзья, нам принесли супчик Булало. Сейчас мы его попробуем. И, конечно же, поделимся с вами нашими впечатлениями. Это тебе, это тебе, это тебе. Говяжья косточка. Мне хватит. Обязательно попробуйте Булало, когда будете в этих местах. Я думаю, что наваристый говяжий бульончик никого не оставит равнодушным. Рекомендую. Булало, спасибо, Булало. Друзья, попробовали мы супчика булало, бульончика с овощами, говяжьего бульончика. Очень и очень неплохо. Бульон наваристый, овощей много. В общем, нам понравилось. Всем рекомендую суп булало. Кость, ну как тебе супчик булало? Ну, понравился мне супчик. Ну, что бы говядинка, да не понравилась бульончик, да? Ну, бульон такой вкусной. Ну, бульон вкусный, да. Ну, мясо немножко жестковато было. Ну, а бульон вкусный. Ну, все-таки говядина, она, видать, всегда жесткая. И вкусная. Вкусная, вкусная. Далее наш путь лежал в православный приход, о посещении которого я рассказывала в одном из своих предыдущих роликов. Ну, а после, уже по пути в Манилу, мы заехали на одну из смотровых площадок. Хоть издалека взглянуть на знаменитый филиппинский вулкан Тааль, коль ему уж были в этих местах. Вот так этот знаменитый филиппинский вулкан выглядит издалека. И очень жаль, что в прошлый наш визит в Манилу у нас не хватило времени, чтобы найти место, где рассмотреть его получше. А так, конечно же, друзья, очень бы хотелось подобраться бы к нему поближе. Музыка Там видно, очень большой кратер вулкана. И в нем в середине кратера прям уже такой вот тоже большой остров, окруженный водой. Это вот вся вот эта масса земли, горы, которая была, вся улетела куда-то. Осталась яма, косаретки с острова. Вот сейчас солнышко освещает, прекрасно видно. Вот это был взрыв. Как будто Кузькину мать тут рванул. Ну ты не можешь без своих комментариев. Кузькину мать точно рванули. Вот такая ямища. А что, мы же не знаем, может быть так и было. Не, мы шутим. Вот отсюда, отсюда хорошо видно, дерево не мешает. Вот там большая манга мешала рассмотреть. Отсюда видно, какой большой кратер. Вот эта вот водичка, это все кратер, яма. И в середине остров. Вот жалко, мы к водичке подойти не можем, попробовать водичку, серой или нет. Конечно, было бы побольше времени, мы бы обязательно туда предприняли экспедицию, да? Но завтра мы улетаем. Но я думаю, что там водичка сера. Сейчас она в вулкане. Вулкане будет тоже с радоном. Настоящее чудо. Сейчас пошла морозь, я не знаю, будет видно или нет. Вот на фоне вот этого дерева, возможно, будет заметно, что с неба, вот с этой самой тучи, падают маленькие-маленькие снежинки и тают. Это действительно не капли дождя, а маленькие закристаллизированные снежинки. О, настоящие снежинки прям вот так вот летят по-разному. Не как дождик капает, а вот так вот летают. Порхают. Вот такое вот интересное место на настоящих Филиппинах сегодня мы вам показали, друзья. Это кратер вулкана Тааль. Чудесное, чудесное место. Вид открывается отсюда на него. Просто потрясающе. А сейчас мы приехали еще на одну смотровую площадку и попытались взглянуть на этот вулкан немножко с другой стороны. Да, здесь видно получше. Это в середине вот этот, сам есть вулкан в середине. Наконец-то пошел настоящий дождь, которого, кстати, здесь давненько не было. Ну а нам? Нам пора возвращаться в Манилу, потому что завтра нас ждет рейс домой на Сибу. В столицу мы возвращались уже, когда начало темнеть. И хоть этот день пролетел очень быстро, мы сегодня успели сделать и увидеть очень много. И были очень довольны таким насыщенным днем. Надеюсь, друзья, это небольшое путешествие понравилось и вам. И вы еще немного больше узнали о настоящих Филиппинах. Ну а пока спасибо всем, кто сегодня был с нами. Всем добра и до встречи в наших следующих роликах на настоящих Филиппинах.